Ола Амигас, на связи Матвей. И сегодня это видео будет снова связано с новым грядущим обновлением в Карампо Мобайл Блэк Раша. А конкретнее меня немного затянула тема, связанная с новой графикой. Все вы прекрасно знаете, что графика будет бомбезной, ну и соответственно она будет требовать достаточно мощный телефон. И специально для вас я постарался и высчитал, посмотрел самые минимальные характеристики для того, чтобы наше Карампо с новой графикой шло спокойно без всяких лагов. Да, поверьте, хоть наше Карампо и является общедоступной игрой, которая может потянуть даже самый слабый андроид-телефон, но если мы имеем в виду нашу новую графу, то к сожалению здесь дело идет совсем не так. Все-таки она очень классная и требует достаточно солидный телефон. Обо всем этом и более я поговорю с вами в сегодняшнем видео. Но... Ну а перед тем, как мы начнем, хочу обратиться лично к тебе, мой дорогой зритель, если ты впервые на моем канале, если ты так же, как и я, играешь в Карампо Мобайл Блэк Раша, то обязательно оформь подписку, тут ты сможешь найти, возможно, лучше контент по нашему Карампо во всем СНГ. Ну а если ты по каким-то причинам до сих пор не играешь в это лучшее Карампо во всем мире, то, чел, я тебя вообще не понимаю. Да-да, именно сейчас пришел тот самый момент, когда тебе стоит скачать Карампо Мобайл Блэк Раша по первой ссылке в описании совершенно бесплатно на любое андроид-устройство. Да, в отличие от Фортнайта, данная игра великолепно оптимизирована и ее потянет даже самый древний андроид. Сама установка займет не более одной минуты и требует от тебя не более двух кликов. Не все же время играть только в один Фортнайт, надо иметь какое-то игровое разнообразие. Ну а Карампо Мобайл Блэк Раша великолепный способ расслабиться после напряженной игры в Фортнайт арену, ну или просто поугарать с друзьями. Также, если именно ты хочешь поиграть в Карампо Мобайл Блэк Раша вместе со мной, то обязательно добавляйся в нашу беседу, группу канала ВКонтакте, ну или на наш Дискорд-сервер. Ссылку на это все ты сможешь найти в описании. Именно там ты сможешь найти меня, мы обязательно спишемся и обязательно вместе поиграем. Я, кстати, в основном играю на Лайм-сервере. Также не стоит забывать, что теперь я читаю именно трех пользователей, которые первые оставили комментарии под последним видео. На этот раз огромное спасибо Сейдену, Славе и Верику, очень рад, что смотрите мои видео первыми. Ну а если ты хочешь пополнить данный список, то обязательно комментируй одним из первых моё следующее новое видео на канале. Ну а для этого нужно обязательно подписаться и включить уведомления о новых видео. В общем, надеюсь, вы меня поняли и теперь давайте все-таки приступим к разбору новой графики в Карампо Мобайл Блэк Раша, которая придет нам с новым грядущим обновлением. Покажу вам, как она выглядит на самом деле и что за ней по-настоящему скрывается. Ну и напоследок, её принцип работы. Погнали! Ну, во-первых, хотелось бы начать с того, если вы хотите увидеть побольше скринов игры с новой графикой, которая скоро выйдет в нашем Карампо Мобайл Блэк Раша, то обязательно чекните моё предыдущее видео на канале. Ссылочку на неё я оставлю в правом верхнем углу, обязательно посмотрите, там эксклюзивный материал, который мне дали специально для видео, такого вы, обещаю, ещё нигде не видели. Ну а теперь перейдём к требованиям телефона для того, чтобы спокойно играть в Карампо Мобайл Блэк Раша с новой графикой. Ну, во-первых, сами разработчики рекомендуют иметь телефон, чья оперативная память не менее 4 гигабайт. Таким образом, вашему телефону будет легче обрабатывать все данные, связанные с новой графикой, и, соответственно, FPS будет выше и стабильнее. Так заявляют официально, но если честно говорить, то для новой графики хватит и 3 гигабайт, так что беспокоиться не стоит. Ну а если мы будем говорить про процессоры, то тут официально заявляют, что ваш процессор должен быть новее 2018 года. То есть наша игра с новой графикой будет у вас идти спокойно и стабильно на телефоне, если в нём стоит процессор 2018 года и новее. Ну тут опять же есть прокол, да, наша Карампо также будет спокойно идти с новой графикой, если процессор будет даже 2016 года. Но это если брать только прям флагманы-флагманы. В общем, ориентируйтесь на все новейшие процессоры 2016 года и выше. Ну и, в принципе, это пока что всё в основном, что требуется для нашего Карампо. Естественно, я не учитываю экран, потому что экран 100% должен быть 60 Гц и выше. Но учитывая того, что сейчас на рынке все телефоны имеют экран выше 60 Гц, ну или как минимум 60 Гц, я про это пока что говорить не буду. Единственное, чем я хочу закончить, так это стоимость телефона, на котором будет комфортно играть в наше Карампо. Учитывая все подходящие комплектующие, то стоимость вашего телефона, на котором можно будет спокойно играть в наше Карампо без лагов со стабильным фпс с новой графикой, будет стоить не ниже 8000 рублей. Ну это, грубо говоря, можно считать прям самые-самые дешёвые телефоны, так что, думаю, ни у кого, кто смотрит это видео, с этим проблем не возникает. В любом случае, уверен, что это видео смотрят люди, у которых телефон в среднем стоит 1020. Ну и, в принципе, пока что у меня для вас это всё. Огромнейшее спасибо вам за просмотр этого видео. Если вы досмотрели этот ролик до этого момента и до сих пор не поставили лайк, обязательно сейчас же это исправьте. Я старался. Но также не забудьте написать в комментариях, какой телефон именно у вас, какой у вас процессор, какая у вас оперативная память, сколько Гц экран. Будет очень интересно узнать. Ну а по традиции, с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego.